Вы нам, пожалуйста, представьтесь, как собственно, какой вы квартирой являетесь, по которым вопросам... Давайте, Николаю Павловича буду ориентироваться. Кожан Александр Николаевич, Вильнюска 3.1, старшая квартира, старший по домовладению. Старший по домовладению? Да, старший по домовладению. Меня зовут Олчков Светлана Александровна, замдиректор по общим вопросам. Предоставьте, пожалуйста, протокол, в основании которого вы являетесь по одному члену лицом от ЧСА-СОЦИН. Николай Павлович, это не предмет нашей же встречи. Вчера речи про протокол не шло. Если бы вы заранее... Можно не перебивать. Если бы вы заранее предупредили, я бы вам ответил то, что ответил вчера. У вас в жилищнике есть протокол, в управе есть копия протокола. Запросите, пожалуйста, по межведомственным документам оборотов. И сейчас на это время... Если бы эта информация не располагает, у нас этого протокола в другом жилищнике нет, если он у вас имеется, предоставьте, пожалуйста. Я вам ответил более чем... ...то вы являетесь по намоченным лицом от числа собственников представлять интересы собственников многоквартирного дома. Хорошо, спрошу. Николай Павлович, мы за этим сюда сейчас собрались? Спорить, есть протокол или нет? Нет, мы сейчас собрались пообщаться с вами по поводу ремонта подъездов и по поводу всего остального. Готов. Плюс те вопросы, ну, как бы, на ком... Вы, как представляете, старший по дому, да, председатель? Нет. Как бы, тоже надо понимать, потому что старшего по дому здесь нету. Вот у нас, я вижу, есть юрист. Да, конечно. Пожалуйста, объясните главному инженеру разницу между председателем Совета Дома и старшим по домовладению. Но вы кто находите? Знаете разницу? Вы кто? У вас старший такой. Старший по домовладению. Старший по домовладению. Общественная должность, которая избирается жителями. Мы собирались в школе 790. И в результате этого собрания меня избрали старшим по домовладению. Есть протокол. Я даже могу вам расписку. Вечник, он, к сожалению, отсутствует. Это ваши проблемы. Я предоставлял. Это не наши проблемы. Вы представляете уполномоченным лицом. Предоставьте нам документы. Если мы сейчас вот на этом останавливаемся, давайте разойдемся. Если мы работаем конструктивно, давайте работаем. Давайте тогда конструктивно. По существу вопроса текущего ремонта. С чем вы не согласны? Как в собственной квартире? Когда вчера меня про эту встречу уведомили, сказали, что будут документы. Давайте с этого начнем. Чтобы я мог понимать. Чтобы мы предоставили вам документы, я у вас спрашиваю ваши полномочия. Вы нам предоставить их не можете. Поскольку вы не являетесь председателем совета, членом совета новоквартирного дома, а представляете интересы, как собственник квартиры номер 6, тогда пишите официально нам обращение в управляющую организацию. Мы его рассмотрим и в установленные сроки предоставим интеллерный ответ. Николай Павлович, просто прокомментируйте, как руководство, я надеюсь, вы с Рухмаковой общались на эту тему. Вы решайте этот вопрос. Вам поручили разрешить эту ситуацию. Ваше видение. Просто прокомментируйте ваше видение. То, что здесь происходит. И как мы это разрешаем. Чтобы мы время не теряли. Я не собираюсь... Еще раз скажу, Александр Николаевич. Мы вчера с вами как бы общались. Я говорю, что мы готовы вам предоставить все документы. Ну, вы должны нам предоставить только свои документы, что вы являетесь полномоченным. Мы вчера с вами общались. Я говорю, я готов вам предоставить все документы. Не говорю, вы придите к нам вчера, я вам говорил, на Абазовску 82, напишите заявление, мы вам все документы предоставим. У нас есть документы все. Есть смета, акты открытия, дефектовки. У нас все есть. Мы готовы вам предоставить, показать, что и по чем мы делаем. Сейчас вопрос стоит, вы начали запрашивать у нас документы на маляров, что вам нужны документы на маляров, у нас тоже все это есть, удостоверение, обучение все у нас есть. Мы вам готовы предоставить документы, но вы должны нам предоставить свои документы, и мы с вами уже будем вести нормальный диалог. То, что мы с вами вчера прошли по подъезду, вопросов нет, есть конкретные замечания, которые мы конкретно устранили. Почему вы вызываете наряд полиции уже второй день и не даете людям работать, вот этого у нас нет понимания. Почему вы восстанавливаете эти работы? У нас есть план график, утвержденный префектурой, утвержденный Бирюковым Петром Павловичем по всему юго-западному округу график, по которому ваш дом был включен в приведение порядок подъездов. И мы приводим его в порядок. Тем более вы сами прекрасно знаете, какой дом в каком состоянии. У вас очень много жителей, собственников, которые обращались именно с ремонтом, чтобы ваш дом отремонтировали. Мы вам пришли навстречу, помогаем, ремонтируем, делаем. Вы нам не срываетесь с работы, не даете сделать. А на мой вопрос, направление какое вы видите? Разрешение вот этого, направление какое вы видите? Судебное, административное, просто вот так собрались и разрешили. Мы вас уведомляем, что мы управляющая организация, мы проводим текущий ремонт. Я спросил у главного инженера, как он видит... На каком основании, какое видение? Можно ответить? Главный инженер Николай Павлович. Не ответили. В каком направлении мы будем это разрешать? Просто в административном привлечем вышестоящие организации, которые курируют вашу работу. Кто? Вы кем учреждены? Префектурой. Префект, зампрефекта. Мы пригласим его сюда и будем с ним разрешать. В судебном порядке. А в судебном порядке что? Что мы делаем? Мы что делаем, продвижение законное? Мы выполняем свои работы. Мы выполняем свои необходимые работы, которые у нас были запланированы. Следующий момент. Просто встретились с жителями, как два субъекта договора. Вот вы, управляющая организация, и мы собственники. И в этом формате тоже можно решить. Ваше видение какое? Или нет видения пока? Так, ответьте. Чтобы жители понимали. Это делается в рамках договора управления. Текущий ремонт производится. Мы сейчас не про это говорим. Мы говорим про направление. Вы можете услышать меня? Мы вас услышали. Я озвучил три пути. Вопрос. Вы спрашиваете, какое видение данного? Да. Данной ситуации. Направление решения данной. Ситуация возникла по причине того, что вы чините препятствия проведению ремонта. Правильно я услышал, что вся проблема во мне. На данный момент? Проблема в том, что мы исполняем свои обязанности в рамках договора управления. Мы сейчас сделаем текущий ремонт. Ремонт подъездов. Вы на протяжении двух дней. Понедельник, вторник или какая-то среда была. Вы вызываете на наряд полиции. Останавливаете работы. Наших людей проверяют. У нас люди все с документами. Официально все оформлены. Все есть обучение на них. Вы не даете нам просто работать. Мы же вам ничего плохого не делаем. Хорошо. Мы хотим сделать вам дорог лучше. Николай Павлович, я услышал. А теперь хочу повторно спросить. Ваше видение, как мы будем им разрешать? В административном порядке, через префектуру. В судебном, через наше обращение в суд. Просто в порядке двух сторон договора. Ваше видение какое? Какое видение? Разрешение. Какое разрешение? Вопросы? Можно юристу спрашиваю? Вы, Елена, понимаете, о чем я говорю? Я, конечно, понимаю. Расскажите, как юрист видение. Мы выполняем свои обязанности. Я не про это. Да я не про это вообще. Мы к обязанностям еще не подошли. Ну вы-то меня за кого принимаете? Я четыре раза вопрос задал, и вы его не поняли. Или делайте вид, что не поняли. Все прекрасно поняли. Ну отвечайте тогда. У нас сейчас вопрос в чем? В том, что вы мешаете проведению текущего ремонта. ГБУ жилищник района Ясенева в рамках исполнения договора управления. Правильно? Вы препятствуете проведению ремонтных работ. Текущего ремонта. Вы меня спросили или утверждаете это? Нет, я спросила. Правильно? Я вас спрашивала уже не первый раз этот вопрос задал. Абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. В корне неправильно. Что сейчас происходит? Здесь я. Не в данный момент. А что происходит с ремонтами подъезда? Начнем с самого начала. В чем проблема и в чем вот эта конфликтная ситуация? Как я, представитель общественности и собственник этого дома, заявил в полицию, полицейским. О чем? Полагаем, что на нашем объекте, Вильнюска 3.1, происходит преступление. В чем оно заключается? Попытка мошенничества. Каким образом? Обманным путем, под видом ремонта, присвоить наши средства. Средства, которые аккумулировались в течение пяти лет на плановый технический ремонт. Я завершу свою мысль-то. Я завершу. Это заявление я делаю официально. Я за свои слова отвечаю. Вот сейчас мы стоим перед первым подъездом. Стоим. И видим. Вот камера показывает вот эту дверь. Мусорной камеры. Которая должна быть заменена минимум три раза. Входная дверь должна быть заменена минимум два раза. Входная группа должна отвечать первым правилам безопасности. Этого ничего нету. И вы уже отсюда вышли, вы подъезд сдали. Я даже внутрь не заходил. Вот про что мы говорим. Попытка мошенничества. То есть путем обмана завладеть нашими средствами. Вот это показуха и видимость ремонта. Ни одного документа, ни один житель, я полагаю, из этого подъезда не видел. Что я имею в виду? Протокол встречи управляющей компании с собственниками, в которой обсуждаются дефекты в подъезде. Дефектная ведомость, составленная комиссией, на основании этой дефектной ведомости составляется смета. То есть осмечивается уже про деньги, речь идет. Далее вот это все подписывает глава управа, представитель мозжной инспекции, представитель собственников, ответственный, не какой-то там рабочий ГБУ жилищника, а именно ответственный собственник, который не заинтересован лицом. Вот этого мы ничего не увидели, вообще не увидели на протяжении, вот как, это же не три дня началось, это раньше ко мне жители обращались. Просто я в силу своей занятости не мог время уделить, а сейчас уже вынужден это делать. Сотрудники полиции, которые сюда приезжали, они на мое заявление о преступлении отреагировали соответствующим образом. Предоставили мне бланк, заполнили, я его подписал, в дежурной части его зарегистрировала, к успе я схожу заберу. Сегодня я планировал еще три заявления написать, но для себя решал, в каком формате это делать. Почему? Потому что если мы сейчас какой-то путь выбираем, конструктивный, смысла нагружать полицию, если мы это можем разрешить, вот в таком досудебном порядке, доадминистративном, нету. У меня лишнего времени нет, у вас, надеюсь, тоже. Вот я пятый раз спрашиваю, ваше видение разрешения этой конфликтной ситуации. По поводу того, что конфликт есть, вы поняли, да, в четыре раза минимум эта дверь должна быть заменена. В этом году она даже не стоит за эту замену. Мы даже вовнутрь не заглядывали, там просто ужас, ужас, мусорная камера. Я говорю с руководителем, вчера они заглядывали, я-то знаю, что там есть. Так ответьте мне, пожалуйста. Если вы не поняли вопроса, я еще... Текущий ремонт проводится сейчас, о котором вы говорите, что кто-то там мошенники и пытаются ваши денежные средства присвоить. Чьи ваши? Да, ваши, собственно, лично точно никто не пытается присвоить. Вы не производите оплату никогда за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за содержание текущей ремонта. В рамках которого, то есть за деньги, за эти проводится текущий ремонт. Жилищник за свой счет в вашем подъезде пытается провести текущий ремонт, чтобы облагородить как-то его. Еще раз, вот громко, четко, за чей счет происходит вот этот ремонт? Должен происходить. Нет, за ваш лично. Нет, я спросил, за чей? Четко, громко ответьте, за чей счет происходит этот ремонт? Я вам уже ответила. Это не юрист. Это не юрист. Зачем вы его пригласили? Посмешить жителей района Ясенева? Ведь это выйдет на нашем портале, на сайте жителей района Ясенева. Вы пришли сейчас и меня обманываете, когда вы должны закон защищать. Вас учили для чего? Вы высшее образование юридическое имеете? Каким образом это сейчас относится к предметам? Да самое прямое. Вас пригласили закон нам трактовать, а вы меня обманываете. Жителей в моем лице обманываете. Я спросил, за чей счет происходит этот ремонт? Ответьте, пожалуйста. Вы не ответили. Вы ответьте по общим вопросам. За чей счет происходит этот ремонт? Собственники несут бремя содержания по услуге содержания текущего ремонта. За счет собственников? В частности. Нет, не в частности. Вы, как собственник, бремя содержания не несет, соответственно, текущий ремонт ваши права вообще никак не нарушает. Потому что вы не исполняете обязательства по оплате содержания текущего ремонта. Какие у вас конкретно могут быть претензии к управляющей организации? У вас конкретно, как у собственников, какие претензии? Ваши денежные средства не аккумулируются. Вы сказали, в частности, в какой частности, какая пропорция и кто еще в доле? Кто делает? За чей счет делается ремонт? Можете ответить? На текущий ремонт вам уже сказали. За чей счет? Вы обязательства не несете... Да не про меня речь-то. Не уходите от вопроса. За чей счет делается ремонт? Не отвечайте. Хорошо. Николай Павлович, ваше мнение. Вы сами не платите коммунальные услуги? Нет, хорошо, понял. Еще у нас есть специалист. Вы, задница. Посмотрите, пожалуйста, жители района Ясенева в отношении сотрудника, должностного лица к нам, жителям. К вам, жителям. К нам, жителям, да. Я, наверное, вас разочарую. А можно вам встречный вопрос? Вы собственником же являетесь? 153-155 статьи жилищного кодекса знаете? Да нет, конечно. Вы же юрист. Ну, вы же юрист. А кто вам это сказал? Ну, вы ходите и представляете интересы. А кто вам это сказал, что я юрист? А с чего вы взяли? Я юрист, я представляю интересы. В суде может находиться любой гражданин. Да, конечно, я не спорю. И если он... Вы статьи знаете прекрасно. Практика, наверное. Плюс желание гражданам помочь. В отношении того, что вы сказали, не знаю на память. В вашем случае вы, граждане, не помогаете, к сожалению. Собственники хотят текущий ремонт. Мы, как управляющая организация, свои обязательства... Хорошо. Исполнить перед собственниками, которые несут бремя содержания. Я услышал. Вы, как собственник бремя содержания, не несете. Ваши права в данном случае не нарушены вообще никак. Вы сейчас утверждаете что-то? Что вы не платите коммунальные услуги. А кто это скрывает? Ваши права не нарушены вообще. Вот стоит юрист, с которым мы в судебном заседании этот вопрос решаем. Он не разрешен. Он будет разрешен. Да я не сомневаюсь, что он будет разрешен. Только вопрос, в чью пользу-то. В данном случае мы с вами находимся на стадии рассмотрения апелляционной жалобы. Да. Не только апелляционной. Мы уже и в касационный суд попали. Пока суд решение не вынес, и оно в законную силу не вступило, вы не имеете никакого права мне что-то предъявлять. Не имеете. А вы же не вступите в законную силу. Кодексы читаю. Кодексы читаю. Вот он у меня даже с собой в рюкзаке. Я задам один последний вопрос, потому что тороплюсь. Черемушкинский суд. По какому постановлению вот сейчас вы производите вот эти действия в отношении планового текущего ремонта? Назовите мне номер и дату этого постановления. Статья 162 ЖК РФ. Нет, постановление другое. Я его федеральный закон называю, в рамках которого мы исполняем свои обязательства. Жилищный кодекс. Последнее постановление, которое определяет порядок ремонта подъезда общего имущества. Вот что я спрашиваю. Знаете, все постановления 491, 170 правил предоставления коммунальных услуг. Все вы знаете. От 21 года слышали что-то? Конечно слышали. Порядок видели? Порядок видели? Какой? Это у нас предмет речи. Мы сейчас изучаем нормативно-правовые акты. Мы сейчас здесь, я не знаю как вы, а мы жители защищаем свои права. И если вы вышли сюда, можно я место-то завершу? Вы нам преподносите, что вы действуете от имени и в интересах собственников вашего квартирного дома? Да. Я правильно понимаю? Да. Документ, уполномачивающий у вас есть? Имеется у вас такой документ? У вас такого документа нет? У вас есть эта ручка? Тогда... Напишите. Не говорите, что вы действуете от имени собственника. В управе все подтверждающие документы. Раз. Какой год? В ГУИСе. Не важно, в компьютере. Важно. Ну-ка расскажите, ну-ка расскажите мне, как это важно. Для вас важно или для законодательства важно? Или для мнения собственников важно? Для сторон по договору управления это очень важно. Какой год протокола? Старший по дому. Должность общественная. Можете понять? Мы знаем. Общественная. Это не председатель совета дома. И не член совета дома. Мы знаем, кто такие старшие по дому? Ну так вот, пожалуйста, в управе запросите, в ГУИСе запросите и у вас в компьютере поищите. Вот смотрите, я так понял, от последнего это постановление, от августа 21-го года, где расписано все от и до, больше ста страниц, вы не знаете. А если не знаете, о чем мы здесь разговариваем? Оксан Николаевич, мы все знаем. Я обращусь к главному инженеру. Николай Павлович, я надеюсь на разумные, серьезные и ответственные отношения к вот этой ситуации. Александр Николаевич, давайте так. Я надеюсь тоже на разумные все это решение вопроса. Ребят, мы сейчас после обеда ставим, дальше продолжаем работы. Если вы действительно захотите посмотреть все документы, мы вас пригласим к себе в жилищник, напишите заявление, все документы мы вам предоставим. с приложением документов, подтверждающих ваше право выступать от имени собственников. Я озвучу то, что озвучивал вчера. Если вы сейчас опять будете вызывать на ряд полиции, тогда придется написать нам заявление, что вы нам срываете все работы и не даете работать. Давно пора это сделать. Ну зачем? Как зачем? Вы же считаете, что я совершаю противоправные действия. А я считаю, что я защищаю имущество и мое, и жители этого дома, собственников. Я завершу мысль. Дайте мне один раз договорить. Если вы с обеда кого-то сюда пришлете, я не дам им работать. Если кто-то будет со мной противодействовать, защищать наше имущество, это будет на вашей ответственности. Потому что вы, прекрасно зная про конфликтную ситуацию и про все эти нарушения, продолжайте их делать. Если есть нарушения, какие-то нарушения, мы сейчас с вами прошли, нарушения мы устраним. Тоже, что касается этой плитки, там мы сейчас ящики с вами смотрели, мы нарушения все устраним. Мы от этого не отходим. Мы как бы идем с вами на встречу, на диалог, что работаем, работаем, да, но останавливать работу, в принципе, это неправильно. Это неправильно с вашей стороны. И срывать нам все графики, работа, это тоже неправильно. Если вы считаете, что я что-то нарушаю, обращайтесь куда? В органы. Хорошо. Пожалуйста, обратитесь к своему руководителю, обратитесь в префектуру, обратитесь в управу, обратитесь в отдел полиции, если уж вообще речь идет о правонарушении и преступлении, вызовите жилищного инспектора, и мы на месте все это разберем. Опять же, заявляю официально, если здесь кто-то появится и прикоснется просто к нашему домовладению, отвечать за это будете вы, потому что это ваше прямое указание как должностного лица. Никаких документов на открытие работ ни один собственник не видел. Сейчас вы мне отказались их предоставить. Вам не отказываются. Вам не отказываются предоставить. Где они? Вас встречно просят предоставить документы. Вот это и есть отказ. Это и есть отказ. Вы ознакомьтесь с документами. Еще раз прошу, покажите мне документы. Приходите в ГБУ жилищник. Все понятно. Я с обеда буду здесь, а если кто-то из ваших работников здесь появится, отдел полиции будет незамедлительно. Более того, мы привлечем и окружного дежурного по МВД, потому что эта ситуация, я так полагаю... Ну, приедет ОВД, остановит, дальше работает, проверит документы у ребят. Документы все в наличии, все официально оформлены. Дальше что? Они дальше... Проверку будет производить по заявлению о преступлении. Вы можете не понимать вот этого смысла слова. Какое преступление вы усматриваете? Мошенничество. Мошенничество. В чем? Путем обмана за владение нашими средствами. Какими нашими? Вот вы не платите коммунальные услуги. Вы вообще не платите... Вы сюда зачем пришли? Мы в суде этот вопрос не разрешили за три года. А вы хотите за две минуты... Вы хотите сейчас... Вы обязательства не исполняете. Какие мошеннические действия? У вас папа, мама был? И есть. Они вас уважение учили? Старших не перебивают. Учили? Меня учили уважение. Плохо учили? Или вы урок не усвоили? Какие мошеннические действия? Вы не оплачиваете коммунальные услуги? Вообще никогда. Ваши права чем нарушены? Конкретно ваши права чем нарушены? Вы сейчас что мне предъявляете? Вы задали вопрос. Что? Вы усматриваете мошеннические действия. Я не вопрос задал. Я утверждаю. И заявление написано мной официально. Мошеннические действия. Путем обмана за владение нашими средствами. Чьими вашими? Вы ее должны поменять были три раза. Ответьте на вопрос. Вашими это чьи? Я представляю собственников этого дома. Вы несете время содержания по оплате коммунальных услуг? До свидания. Вы несете время содержания по оплате коммунальных услуг? Николай Павлович, мы, надеюсь, друг друга поняли. Жители это все увидят. Готовим встречу. Я предполагаю, что это будет не на улице. Будет 790-я школа. Привлечем всех заинтересованных лиц, которые должны были открывать эти работы. Можил инспекция, наши муниципальные депутаты, ответственные собственники. Но и обязательно собственников. К этой встрече будем готовиться. Я повешу на пятый подъезд почтовый ящик. Развешу объявление, в котором попрошу жителей все свои замечания и предложения туда опускать. Вам их передам. В отношении 790-й школы, я думаю, проблем не будет, потому что у нас будет, наверное, представитель управы, который этот вопрос разрешает. В прошлый раз, когда мы собирались и выбирали, мы просто с руководителем школы договорились, и она нам предоставила это помещение. И мы даже собрали деньги и оплатили ее уборку этого зала. Александр Павлович, давайте, вы правы делать все, что вы захотите, но сейчас рабочих мы поставим, они будут дальше пока производить работу. Вы хотите вот этого конфликта? Какого конфликта? Ну зачем? Вы устраиваете конфликт? Вы уважаете наше право собственности? Мы уважаем ваше право. В чем это проявляется? Мы вам заявили, что это не работы. Вы портите наше имущество. Я сегодня сделал шесть заявок на проверку вот этих камер городских. Они приняты. Приедет специалист и будет их обследовать и проверять. И претензии вот за то, что вы краской замазали, будет оформлены официально. А мы, наверное, тоже постараемся, чтобы это было, не знаю каким образом, через суд или как-то устранено. Если кто-то из ваших рабочих выйдет сегодня, 27 мая, сюда, после обеда, я буду вынужден, опять же, вызвать наряд полиции. Если это дойдет до физического контакта, вы понимаете, о чем я говорю, и до угроз, это будет лежать на вас. Потому что вы сюда их посылаете. Вам кто-то угрожал? Да. Тот же ваш, вот этот Севастьянов, первый день, когда мы ему все эти претензии высказали, он заявил, а что вы лимита хотите, вы еще посмотрите, посмотрим, как это разрешится. Это было в негативном ключе сказано. Конкретно. Я завершу речь. В отношении тех людей, можно я завершу? Тех людей, которые, я не знаю, руководят, или надсматривают за этими, в кавычках, отделочниками. Угроза, она прямо вот так была. В каком виде? То есть человек негативно ко мне относится, и он это явно показывает. Это же было. И мат был, когда даже сотрудники полиции стояли, они слышали, они сделали ему замечание. Вот про что я говорю. Вы получаете, получается, в данном случае, все это организуйте. Вы должностное лицо, вы за это отвечаете. Я хочу, чтобы вы осознали. А юрист вам статью соответственную процитирует. Пока собственники вместе с управляющей компанией к общему, обоюдному, законному решению не придут. Все остальное это будет нарушение наших прав и преступлений. Вот наша точка мнения. Все, мы вас слушали, дорогой. Хорошо. Спасибо большое, что нашли время. Не задерживаю, трудитесь. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.